Здравствуйте! Жизнь современного человека невозможна без использования интернета. Чтобы максимально использовать все его функции, необходим электронный ящик. Он понадобится для переписки с близкими и коллегами, регистрации на различных сайтах и... Ящик. Это просто место, где можно безопасно хранить свою информацию. Эта видеоинструкция покажет, насколько элементарен процесс заведения электронного ящика. Человек, который умеет обращаться с мышкой, сможет за несколько минут завести себе собственный, надежный электронный ящик. Заводить ящик будем на сайте Яндекс. Нажимаем на ссылку под видео для перехода на Яндекс.ру. Переходим на сайт Яндекса и смотрим на правый верхний угол. Там есть ссылка «Завести ящик». Нажимаем ее. Переходим к строчкам для ввода информации. В первой строчке нужно придумать логин. Логин – это название вашего электронного ящика, поэтому лучше ассоциировать имя с собой. Однако стоит учесть, что очень много людей уже имеют ящики с популярными именами и фамилиями. Поэтому нужно придумать необычное имя с цифрами. Набираем все на английском языке. Например, я наберу «Супер Вася». Сайт подсказывает, что логин уже занят, и мы в этом случае выбираем из вариантов ниже, или придумываем другое имя. Я выберу, допустим, «cool.супер Вася». Имя и фамилию лучше писать настоящий, так будет комфортнее работать в будущем. Далее переходим к паролю. Пароль придумываем сложным, чтобы нас было сложнее взломать. Используем обязательно английские буквы и цифры. Никогда не пишите в пароле свое имя или дату рождения. Подумайте, что хорошо знаете только вы и никто другой. Я введу имя любимого актера и номер соседской квартиры в подъезде. Секретный вопрос необходим в том случае, если вы забудете пароль. Чтобы этого не произошло, лучше записать логин, пароль себе в телефон или записную книгу, которая всегда рядом. Выбираем любой вопрос и пишем ответ на него. Далее пишем свой телефон в международном формате. Ниже вводим символы с картинки. Обратите внимание, что они на русском языке. Проверяем, чтобы стояла галочка под картинкой, которая говорит о том, что мы соглашаемся с условиями Яндекса. Нажимаем «Завести почту». Появляется окно настройки почты. Его можно пока закрыть. Нажимаем «Позже». Теперь у вас по ссылке «Входящие» будет приходить новая почта. А если мы хотим написать кому-то сообщение, то нажимаем «Написать». Спасибо за внимание.